Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Не у всех есть теплицы и основная все-таки масса садоводов выращивает и томаты, и перцы, и баклажаны в открытом грунте. Так как посев для открытого грунта почти весь приходится на март, нас интересует этот месяц. Даже те, у кого есть теплицы, они все-таки большинство своих культур овощных выращивают в открытом грунте. Их тоже интересует месяц-март. И вот все мы уже сейчас начинаем смотреть, когда же у нас можно сеять по лунному календарю, когда нет. И ищем вот эти лунные календари именно на март месяц. Я уже говорила, что я не придерживаюсь строго лунных календарей. Я не сею только в запрещенные дни, то есть в новолуние и полнолуние. Почему и чего я боюсь, я уже говорила, объяснить не могу, но воздерживаюсь. Поэтому я открываю первый попавшийся сайт и смотрю именно новолуние и полнолуние, запрещенные дни. Как я уже неоднократно говорила, что все лунные календари очень разные, сведения всякие разные, зависят от сайтов, от регионов, от всего. Но запрещенные дни, они изменить не могут и они везде одинаковы. Это не зависит ни от региона. На всех сайтах полнолуния и новолуния всегда отмечены одни и те же дни. Вот я смотрю и вот вам рассказываю, что в этом месяце, в марте, у нас три таких неблагоприятных периода. Это в начале месяца 2 марта, в конце месяца 31 марта это у нас будет новолуние, по-моему. Да, это полнолуние и 17 марта у нас будет новолуние. Значит три неблагоприятных периода, три запрещенных вот этих дня, значит я не буду сеять. 1, 2, 3 марта, 16, 18, 18 марта и 30, 31. Остальные дни у меня будут все-все рабочие. Хотя я вот и смотрю по журнальчикам, по своим, у меня тут еще есть дублирующие варианты, печатные издания. И смотрю вот по благоприятным этим дням в других там лунных календарях. Если следовать их инструкции, то посевных очень мало дней в марте, вообще нам не дается. Вот во второй половине марта, когда тот период, на который массовые посевы у нас томатов всяких-всяких, почти во всех регионах, всего указано 3 дня. 20-е, 21-е, 24-е, 25-е. У кого мало посевов, они могут, конечно, подгадать под эти дни. Но если посевов много, как у меня, я, конечно, буду сеять во все дни подряд, не буду смотреть. Между 20-м и 21-м, там еще 22-е, и между 21-м, 24-м, 23-е, я тоже буду сеять. Тут уже я не соблюдаю никакой календарь. Главное, в полнолуние не сеять, остальные дни все подойдут. Вот можете увидеть, тут написано, что можно сеять баклажаны 5-го, 6-го, а потом только 15-го, 20-го, 21-го, 24-го. Перец также 5-го, 6-го, тут еще 10-го, 11-го и в конце месяца. Ну вот в конце месяца самые удачные дни и для тех, кто хочет соблюсти лунный календарь, и для тех, кто вообще не придерживается. Вот, пожалуйста, 21-е, если, например, томаты, 20-е, 21-е, 24-е, 25-е, прекрасно вы уложитесь. Если кто не соблюдает, можно вообще сеять в любой день. Вот я вас ознакомила, самое главное, знаете, что запрещенные дни в марте, это 2-го, 16-го, 17-го, 18-го и 31-го. И тот, кто верит, и тот, кто не верит в лунный календарь, все-таки лучше, если есть возможность, в эти дни с землей не работать с посевами, чтобы потом вы, ну как объяснить-то это, если долго будет сходить, потом вы, чтобы себя не кляли, не говорили, что вот зря я посеяла в запрещенный день. Может быть, от этого и не зависит, но вы обязательно свяжете свои неудачи вот с этими запрещенными днями. Я стараюсь в эти дни не садить, и если не получается, это значит моя ошибка, все. До свидания, с вами была Ольга Чернова, и вот это благоприятные и запрещенные дни на март месяц. Три периода у нас запрещенных, остальные дни можно садить, вот я буду садить все дни подряд. Все, желаю всем удачных посевов. Спасибо.